Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про перестановки. А именно рассмотрим три варианта алгоритма перестановки значений в массиве. Почему перестановки? Ну, это, в общем-то, один из интересных базовых элементов решения олимпиадных задач. И, в общем-то, в повседневной разработческой жизни тоже иногда бывает нужно такие вещи уметь делать. Идея перестановки — это когда мы берем несколько элементов и рассматриваем все варианты, которыми они могут быть расставлены. Соответственно, в олимпиадных задачах, как правило, это используется для нахождения оптимального решения. Ну, например, нам нужно рассмотреть все расстановки элементов, порядок которых имеет значение, и найти самый оптимальный. Я встречал на CloudWars, по-моему, такую задачу, где есть три числа и три операции математические над этими числами, и нужно найти такую комбинацию математических операций, которые... вот эти три числа будут... применимы к этим трем числам, будет получено наименьшее значение, да. То есть, вы берете все варианты расстановки вот этих трех, четырех, пяти математических операций, их может быть много, и находите самую такую расстановку, при котором меньше всего будет результат. Это, на самом деле, очень простая задача, она была там с низким баллом, но тем не менее. То есть, это вот пример такой примитивной задачи. Почему три алгоритма, да, потому что есть разных вариантов, как делать перестановки. Есть рекурсивные подходы, есть итеративные подходы, есть еще там всякие лексикографические порядки и так далее. Алгоритмов перестановок очень много, вариантов их очень много, и я начну с самого простого и, наверное, самого неудачного, но зато интуитивного понятного алгоритма с помощью рекурсии, Потом рассмотрю более интересный рекурсивный алгоритм, ну и закончу итеративным, простым алгоритмом перебора всех вариантов, который будет с позиции вычисления, наверное, самый эффективный. Ну давайте посмотрим, что я предлагаю. Вообще в идее перестановок, в общем-то, так или иначе идет идея того, что мы всегда берем первоначальный набор элементов и это будем называть головой, да. То есть, допустим, у нас три элемента, это наша голова. Мы фиксируем какой-то из элементов, ну допустим первый, и дальше в хвосте перебираем все варианты перестановок из оставшегося массива. Соответственно, когда мы переходим ко второму, вот сюда, ко второму столбцу, мы точно так же фиксируем один элемент и перебираем с этим элементом все варианты расстановки далее. То есть, это вот такой вот явно рекурсивный подход, когда в первом варианте мы рассмотрим все три размещения, во втором мы только два размещения рассмотрим, а в третьем только одно. И легко посчитать, что произведение вот этих вот чисел, это и будет количество всех вариантов. То есть, n факториал, это и будет количество всех вариантов расстановок, которые возможны на массиве длины n. Соответственно, собственно говоря, сам алгоритм, который я вам предлагаю первоначально, он построен как раз ровно на этом принципе. Значит, первый раз у нас это рекурсивный подход, следовательно, нам нужно определить условия останова рекурсии. И в нашем случае это когда ситуация сводится к тому, что у нас пришел массив из одного элемента. Понятно, что здесь переставлять нечего, мы просто возвращаем этот элемент назад. Это будет остановка рекурсии, а дальше, собственно, мы выполняем каждый раз один и тот же порядок действий. То есть, мы берем все элементы из пришедшего на вход на массива, каждый элемент называем буквой, можем просто элементом назвать. И рекурсивно выполняем то же самое, то есть, повторно переставляем все элементы к массиву за исключением вот этого выбранного элемента. То есть, мы фиксируем первый элемент, далее передаем массив на единицу меньше, чем мы получили. И так рекурсивно до того момента, пока массив не ставит равен единице. Соответственно, результат мы фиксируем во временной переменной, во временном массиве. А дальше мы просто сливаем с буквой вот этот хвостик, да, то есть, у нас есть буква, голова и хвостик. Это все варианты перестановки, которые у нас получены с хвостом. Значит, и дальше мы в этом алгоритме инкрементируем, да, или объединяем новый полученный результат с ранее полученными. То есть, результатом работы этого алгоритма будет массив всех перестановок. То есть, для варианта из трех значений это будет шесть массивов со всеми перестановками. Этот вариант, который, в общем-то, очень быстро и легко запомнить. То есть, по правилу того, что мы фиксируем один элемент, да, и с ним перебираем рекурсивно все остальные элементы, мы, соответственно, можем получить там разные варианты. Можем зафиксировать следующим шагом второй элемент, и тогда второй вариант будет состоять из массива, да, из двух элементов. Опять там фиксируем первый и последний переносим в последний вариант. То есть, вот этот вот первый столбец мы полностью перебираем и с хвостом выполняем аналогичные действия. Очень простой, очень понятный алгоритм. Недостатки в том, что здесь создаётся очень много копий массивов, и это, соответственно, рекурсия. Это не очень хорошо при большом количестве, при большой глубине рекурсии. Окей. Есть более оптимальный вариант, и он, ну, такой, как бы, часто встречаемый. И заключается в том, что если мы в первоначальном варианте на самом деле не использовали как-то таковых перестановок, мы делали генерацию на основе исключения одного элемента, то вот этот вариант, он как раз подразумевает использование, активное использование перестановок. А перестановка, или swap её ещё называют, это когда мы берём элементы А и Б и меняем их местами, да. Соответственно, вот этот алгоритм как раз это и учитывает. Он гораздо короче, но на самом деле сходу вот так не разберёшься. Поэтому важно понять всегда идею алгоритма. Если в первом варианте я вам её зарисовал, то когда мы рассматриваем второй вариант, вот так вот просто уже эту идею не выразить. Поэтому мне пришлось нарисовать вот это вот целое дерево, которое мы сейчас разберём, которое как раз и делает понятной идею того, как мы перебираем, переставляем элементы. Значит, раз у нас это рекурсия, у нас тоже есть останов, но здесь уже при количестве элементов, при количестве, при значении n равной 2, почему это так, мы сейчас далее поймём, мы останавливаемся и выводим результат на экран. Соответственно, сама перестановка это вот этот вот небольшой цикл. Как здесь работает? Значит, первым делом мы задаём количество элементов, да, то есть у нас, допустим, массив из трёх элементов. Массив это, значит, сам массив и значение 3 это количество элементов в массиве, которые мы положили в n. Значит, вот мы пришли, первоначальный запуск, вот так вот у нас произошёл. Отлично. Дальше по алгоритму мы проскакиваем вот этот шаг и идём на вот этот цикл. Соответственно, у нас в этом цикле, на этом уровне будут, собственно, три перебора. Раз, два, три. Три перебора сделаны. Значит, идём мы, когда первый шаг делаем, на первый уровень спускаемся, у нас массив не меняется. Почему? И здесь как раз мы приходим к пониманию того, что у нас есть n и что у нас есть g, да, то есть вот у нас g это указатель или индекс ячейки в нашем массиве, и n это индекс ячейки. И вот в первом варианте они указывают оба на один и тот же элемент. То есть мы на самом деле перестановку вот здесь сделаем, но так как индекс и n и g указывает на самый большой индекс, то мы переставляем двойку с двойкой. И дальше опять уходим вот сюда в рекурсию. В рекурсии у нас n уменьшается на единицу, соответственно, и g уменьшается на единицу. Соответственно, у нас получается, что мы снова переставляем элемент сам с собой, один с единицей. И здесь, так как мы на этом шаге вот этот результат, вот эту перестановку снова отправляем в рекурсию, ну, n у нас уже равно двум, она вот здесь вот, точнее, n равно единице, она стоит на второй позиции вот здесь вот. Следовательно, мы выводим результат, то есть вот первый результат, который мы получим, вот этот первая ячейка в нашем дереве. Значит, дальше мы возвращаемся назад, выполняем вот это правило. Раз мы выполняемся назад, то перестановка откатывается, но раз перестановка была самого элемента на себя, то она, соответственно, устанавливает тот массив, который был. То есть вот этот, на самом деле, кусочек можно оптимизировать, да, потому что здесь происходит одно и то же, то есть массив, по сути, не меняется. Дальше мы увеличиваем, точнее, уменьшаем j, и что у нас получается? Теперь n указывает на второй элемент, а j на единицу меньше, указывает на первый элемент, и происходит обмена первого и второго элемента массива. Отлично. То есть первый цикл итерации, первый цикл рекурсии закончен. Мы возвращаемся снова на шаг назад, восстанавливаем значение массива, он снова 0,1,2, возвращаемся назад и переходим по циклу на следующий элемент. И вот здесь j уже сдвигается, то есть n указывает на максимальный элемент, а j указывает на следующий элемент. Таким образом, мы понимаем, в чем идея алгоритма. Мы говорим, что n у нас всегда указывает на каждом уровне, на свой один и тот же элемент. То есть на первом уровне у нас n указывает на последний элемент, всегда. На третьем уровне она указывает на второй элемент. Если уровней будет больше, соответственно, это будет n на первом уровне указывать на последний элемент, на третьем уровне на предпоследнем, на четвертом и еще дальше. То есть идея в том, что мы фиксируем n и дальше перебираем остаток или хвост массива. Каждый раз, на каждом новом цикле мы n сдвигаем влево и опять перебираем ее с хвостом. И вот в этом идея этого рекурсивного алгоритма. То есть мы берем последние или старшие значения и хвост с ними перебираем. Сдвигаемся, хвост перебираем. И, собственно говоря, вот таким образом вот этот короткий алгоритм работает. И работает достаточно хорошо. Окей, с рекурсивными алгоритмами, ну, более-менее понятно. Давайте теперь посмотрим на массив и на перебор с итеративным подходом. То есть если раньше мы использовали рекурсию для того, чтобы ходить по дереву, уменьшать количество элементов в хвостовой части, то теперь мы начинаем использовать перестановки на основе итерации. И алгоритм сразу выглядит немножко сложнее. Значит, на самом деле алгоритм состоит из двух частей. Есть такая часть, которая у автора алгоритма названа countdown. То есть это перебор всех элементов массива, всех индексов массива, который подчиняется тем же самым правилам. То есть у нас есть старший элемент или старший индекс вот в этом массиве. Давайте еще раз нарисую. То есть у нас первое, что здесь есть, это список индексов, которые подлежат замене. Список индексов, он равен количеству элементов в перебираемом массиве. И он для элементов из трех значений равен, соответственно, 0, 1, 2. Почему так? Значит, так это потому, что мы опять же приходим к ситуации, что у нас есть на первом, да, вот здесь вот, для первого столбца три варианта. Так как у нас индексация начинается с нуля, то 0, 1, 2. Вот максимальное значение тех индексов, которые мы можем перебрать в первом случае. Сдвигаемся на следующий элемент. Их остается уже два, потому что помните, что мы исключаем. И, соответственно, 0 и 1. Максимальное значение для второго столбца у нас единица. Ну и для первого столбца только 1, 0, только первый элемент. Таким образом, массив индексов, это как раз массив, который показывает нам, ну, например, для трех элементов он будет равен 0, 1, 2, 3. Для пяти элементов 0, 1, 2, 3, 4, 5. Он показывает нам, сколько индексов мы должны перебрать в каждом столбце. Да? Вот. И это первое. То есть мы заводим этот массив индексов. Второй момент, как мы перебираем. И вот здесь как раз используется вот в этой части алгоритм, который сам автор называет countdown. По какому принципу он работает? Он смотрит, сколько нулей у нас в левой части. Значит, вот если этот 0, мы переходим к следующему элементу. Если он единица, то мы, соответственно, уменьшаем его на единицу. Вот таким образом. И делаем вот здесь перестановку. Дальше, снова в следующем цикле смотрим, пропускаем нули, доходим до двойки, видим, что это двойка, уменьшаем ее на единицу. Но так как с этим индексом у нас в левой части опять существует полный вариант из вот этих вот элементов, мы восстанавливаем значения здесь 0 и 1. Да? Снова мы видим, что здесь 0, мы его пропускаем, идем на единицу. Ну, понятно, первый элемент пропускаем, потому что перестановка с самим собой не имеет значения. Видим единицу, опять уменьшаем на единицу значение, делаем перестановку. Опять видим нули, доходим до сюда, уменьшаем последний элемент, восстанавливаем вот эти элементы. И, соответственно, вот таким образом у нас работает каунтдаун. То есть у нас слева в хвосте всегда при смене старшей части восстанавливаются все варианты, которые возможно там индексов сгенерировать. Соответственно, мы слева направо постоянно их уменьшаем. И вот эти массивы, по сути, каждый из этих массивов, это комбинация, которая может получить перестановку. Если совсем по-простому, мы берем, вот как интерпретировать, например, вот эту комбинацию 0, 0, 2. Мы берем первоначальный массив из трех элементов. И на первое место ставим вот этот элемент под индексом 2. И уменьшаем, собственно, этот массив на этот элемент. Передаем во вторую позицию. Вторая позиция это индекс 0. Мы опять уменьшаем этот массив и остается вот на третью позицию остается вот этот вот последний элемент, который тоже идет под индексом 0. То есть у нас на каждом этапе получается уменьшенный массив, но вот эти два индекса, они указывают на разные элементы. Потому что массив уменьшается, соответственно, нулевой индекс выкидываемся, массив сдвигается, и мы, соответственно, подстановку делаем. И это можно было бы сделать вот в этой подстановочной части, но автор алгоритма находит еще более интересное решение. Он находит цикличность. И вот видите, вот здесь вот есть условие, которое на самом деле говорит о том, что если у нас i, а i это, собственно говоря, позиция в индексе, да, вот в этом массиве индексов, которая говорит нам, какой элемент начального массива переставляем. То есть первый элемент, точнее не i, а j, да, первый элемент, это вот определяется указателем, номером, сдвигом, как хотите, индексом в его массиве. А второй определяется либо значением, которое есть в ячейке, да, либо значением, которое есть в ячейке, либо гарантированно нулем. И вот это выражение нужно читать так. Если у нас i, то есть индекс, индекс, указывающий на то, какой первый, да, первый элемент мы берем, да, он четный, тогда второй элемент, если он четный, всегда ноль, да, то есть тогда j всегда равно нулю. То есть если у нас i равно двум, то j равно нулю. Если i равно четырем, тогда j равно нулю. То есть мы всегда, если i четное, то мы всегда обменяем его с первым элементом. В данном случае мы возьмем пятый элемент, потому что с нуля начинается индексация, и поменяем его с нулевым. Во всех остальных случаях, когда i у нас нечетное, мы берем и подставляем значение из массива индексов p, it. И вот этот факт, почему это работает, это очень сложно понять. Все дело в том, что это нужно смотреть на цикличность, это нужно рисовать графики, это нужно очень вникать. И я очень долго на самом деле думал, как просто объяснить вот это вот простое правило. Но на данном этапе, чтобы не усложнять и не увеличивать длину видео, предлагаю его просто запомнить. То есть в нашем случае алгоритм состоит из двух элементов, из двух идей. Первая это идея countdown, когда у нас есть массив индексов, которые мы просто перечисляем и соответственно уменьшаем по принципу, который я ранее озвучил. Для того, чтобы получить как раз перестановки. А вторая это непосредственно swap или замена, с учетом того, что есть вот это хитрое правило четности переставляемого элемента. И в зависимости от четности или нечетности этого элемента выбором того элемента, с которым идет перестановка. Этот алгоритм замечательно работает, он очень быстрый. И если кто-то может простыми словами объяснить, почему вот именно здесь проверяется индекс на четность, милости просим в комментарии. Если есть вопросы, задавайте в комментарии. Ну а с вами был Sawyer. Надеюсь, вам хоть что-то стало понятно. Спасибо, что слушали. До свидания.